Зачастую требуется дать права на управление профилями пользователей не только администратором. Например, есть партнеры и хорошо иметь человека, который будет управлять профилями пользователей, принадлежащими группе партнера. Давайте добавим группу управления партнерами. В доступах добавим доступ, просмотр данных, модуля изменения данных профайлов и настроим группы пользователей, профайлы которых мы можем менять. В данном случае это группа пользователей партнера и выделим еще две группы пользователей. Это пользователи, имеющие право голосовать за рейтинг и пользователи, имеющие право голосовать за авторитет. Эти группы пользователей привезутся автоматически при создании пользователей, поэтому выберем их тоже. Давайте сразу привяжем пользователя тест в данной группе и сохраним. Теперь давайте зарегистрируемся для того, чтобы создать тестового пользователя. Зарегистрировались. Давайте теперь войдем под пользователем теста. Давайте теперь дадим права для пользователя new, добавим его в группу партнера. Сохраним. Теперь давайте авторизуемся под new. И зайдем в раздел партнера. В данном случае мы видим мероприятие и компонент с ближайшим событием. Обратим внимание, что помимо установления прав доступа на инфоблок для конкретной группы пользователей мы можем установить также доступы для конкретного пользователя. Давайте перейдем в настройки инфоблока «Продукция». Вкладка «Доступ». Включим расширенное управление правами. И добавим. Как мы видим, здесь есть возможность выбрать пользователя. Например, найдем какого-нибудь пользователя. Добавим. И поменяем ему права доступа. Более того, существует возможность установления прав для разделов инфоблока. Давайте сделаем это. Опять же в «Продукции». Зайдем в «Редактирование раздела». «Доступ». Здесь мы опять видим возможность выбора пользователя. добавим. И также существует возможность добавления права доступа на конкретный элемент. в данном случае у нас скрыта эта опция. Давайте добавим вкладку «Доступ». Так можно добавить любой уровень доступа для конкретного элемента. Обратим внимание. Создание отдельного пользователя для управления контентом. Мы создали пользователя тест, который обладает достаточно широкими возможностями на сайте, но при этом не является администратором. Ему недоступны ряд системных функций. Мы рекомендуем создавать пользователей, имеющих расширенные права в зависимости от задач проекта. Настройки информационных блоков. При создании информационного блока следует учитывать то, что права по умолчанию доступ закрыт. И если информация доступна для общего пользователя, следует менять их на чтение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...